Приветствую вас, прощеплял ваш вопрос, вот, значит, смотрите, что хочется вам здесь сказать. Ну, во-первых, я не думаю, что психолог может отвечать на вопрос, который вы задаете на один из вопросов, да, то есть, как бы, имел ли я право так поступать или должна возвращаться со стола через силу, это, в принципе, вы решите для себя сами. Ну вот, насколько для вас приемлемо, да, допустим, делать то или иное через силу, например. То есть, я думаю, что, я думаю, что вполне вы этот момент можете решить сами, я думаю, да. Вот, если вам помочь в себе разобраться, я думаю, что один из ключевых моментов здесь заключается в том, что вы боитесь унижения. Я думаю, что вот в этом основная проблема заключается, вот, то, что на вас действует унижение вот этой женщины, они на вас эти унижения действуют негативно, да. То есть, вы от этого себя хочешь чувствуете, вас это вызывают. И, как бы, вариантов здесь может быть очень много, здесь и навыки бесконфликтного общения, есть принцип амортизации, есть концентрированность на работе, есть работа... Ну, как бы, взаимодействия с собственной информацией, с восприятием себя и так далее. То есть, вариантов на самом деле много, правда много, много способов решения задачи. Вот, но я думаю, что ключевой момент кроется в неком обесценивании себя, то есть, вы себя обесцениваете как бы сами. И это одна из причин, по которой вам так тяжело, по которой вам так трудно. Ну, я так вот думаю, по крайней мере. Дело в том, что в основном унижают, булят, стролят людей, которые так или иначе находятся в неком либо кризисе, либо потерянном состоянии, либо бросают монстры, уязвимость. И я думаю, что это в какой-то степени применимо и к вам. Вот, что вы вполне можете демонстрировать и уязвимость, то есть, вполне можете демонстрировать и определенный кризис. То есть, то, что вы вполне можете демонстрировать некую оторванность от своей профессиональной деятельности. Ну, в какой степени, я имею в виду, на плане, что сама по себе рабочая деятельность, там, вам может, например, быть интересной. Или сама по себе рабочая деятельность может не вызывать у вас, как бы, возможности для реализации себя или, там, возможности для того, чтобы почувствовать себя, ну, лучше, да, вполне и так далее. И в этом смысле, если вы себя чувствуете неуверенно, то, конечно, вам будет, ну, вам будет не по себе. То, вне всякого сомнения, вам будет трудно, вам будет тяжело, вам будет болезненно. Вот, то есть, это нормальный вопрос заключается в том, да, как это исправить. Вот. И хотите ли вы это исправлять. Итак, давайте разберем ваши вопросы. С самого начала, работая в одной организации два года, у меня не заладились отношения с одной из сотрудниц. Она постоянно придиралась ко мне и действительных словам. Смотрите. В первую очередь важно то, как вы воспринимаете придирки. Каким образом вы воспринимаете придирки? Если вы придирки воспринимаете тяжело, то есть я имею в виду, что если вы воспринимаете придирки, там, допустим, как некоторую угрозу себе, если вы воспринимаете придирки, как некоторые, допустим, ну, некоторые, прессинг, может быть. Если вы таким образом воспринимаете придирки, то это одно. Я бы сказал, что в таком случае у вас есть некоторые трудности. Трудности именно в контексте, ну, в контексте восприятия себя, в контексте взаимодействия с собой, в контексте понимания того, что для вас важно и так далее. Потому что здесь, ну, на мой взгляд, здесь налицо то, что человек начал воспринимать вас как своего конкурента. То есть это, я бы сказал, классическая такая история о конкуренции. Вот, но с другой стороны, с другой стороны, если вам конкуренция воспринимается тяжело, то есть если, ну, если вы, в принципе, конкуренцию воспринимаете трудно, например, например, то получается, что у вас есть требования определенные к себе, что я должна быть там, ну, например, не знаю, самый лучший, может быть, да, или вот что-то такое, что-то такое. Поэтому здесь очень важно этот момент, наверное, зафиксировать, чтобы понять лучше, как бы, как вы воспринимаете то, что человек вам придирается. Следующий важный момент, это то, как вы на это реагируете, то есть как вы себя чувствуете, когда к вам придирается, как вы себя ощущаете, когда к вам придирается. Вот, быть может, у вас есть некоторые сомнения относительно себя, может быть, у вас есть некоторое подозрение относительно себя, что вот вы, например, не справляетесь, у вас, например, что-то не получается, вот, или может быть что-то еще. Это все, все это. Моменты достаточно серьезные и на них очень важно обратить внимание. Дальше. Особенно он любил меня поливать грязью во время чаепития прилюдно, ну, то есть человек видел у вас угрозу, да, и пытался вас дискредитировать. Я не могла за словом вообще открыть рот, она поделась ко всем моим словам. Ну, смотрите, я думаю, что здесь вас это именно что задевало, я думаю так. То есть я думаю, что вас это именно что, вам это именно что было неприятно. И, соответственно, крайне важно, на мой взгляд, чтобы вы для себя этот момент выявили. Ну, чтобы вы постарались, условно говоря, его выявить. Почему, чем, для меня это неприятно. Вот. Вот вы говорите, я не могу там раскрыть рот, да, то есть вы говорите, что человек не позволил вам раскрыть рот, но давайте постараемся быть честными и скажем, что это вы сами решили, да, не открывать рот. Рот, вы сами решили молчать. Дальше. Потом я стал пить чай молочком, чтобы я не промахнул. То есть вы стали прогибаться. Вот вообще отсутствие такой вот жесткой, но уверенной позиции, к сожалению, всегда очень негативно оказывается. То есть это, если человек начинает уйти сюда так, да, то воспринимает это как слабость попытку прогиба и начинает давить еще больше. Ну, я не знаю, были ли вы в курсе этого или нет, но в любом случае то, что вы делали, кстати, к сожалению, это продемонстрировало вас как очень слабого человека. Вот, и подтвердило все, подтвердило все мысли о вас у этой женщины, женщины. То есть вы слабы, но тем не менее, вот чем вы особенно неприятны для нее можете быть это тем, что при вашей слабости, как, ну, вот как она думает, вот, у вас есть то, чего нет у нее. И вы можете ее этим, как бы, погубить, потопить и так далее. Вот. То есть, ну, не смотря, но на всех сторонах вы для нее угроза, но при этом вы слабы. Вот. То есть тут, конечно, проблема именно в том, что вы надеялись вот в такой пассивной позиции, да, чего-то добиться. Ну, к сожалению, это не работает. Так, это не работает, так, таким образом. Следующий момент. Дальше идем. Значит, я такое поведение ее год терпел. Ну, вот, непонятно, опять же, в вашем состоянии теперь, то есть вы говорите, что надеялась, что она изменится, ну, с чего ей меняться, не очень понятно. Да, 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 то есть, как бы, какой смысл меняться человеку. То есть, чтобы меняться, ну, наверное, должны быть какие-то причины, ну, какие-то основания, чтобы меняться. Тут, тут, как бы, оснований нет, вот, и вы думали, что человек, ну, что просто возьмет и просто перестанет это делать или что? Дальше. Так, надеялась найти к ней подход. Ну, все безрезультатно. Я и прогибалась под нее, как я стала, как могла, а результат налево. Ну, это не та позиция. Я думаю, что, опять же, здесь вот в какой-то степени проявляется то, что вы себя, на мой взгляд, обесцениваете. То есть, я боюсь, я, ну, я боюсь, что это, это так. То есть, я боюсь, что вот то, что вы в ответ, в ответ на какую-то агрессию, да, выбираете прогиб, это все-таки некое ваше обесценивание. Ну, понятно, что я могу ошибаться, да, понятно, что я могу быть не прав, но вот так это мне видится, к сожалению. Вот. Потому что человек чувствует, что вас подавляет. Подавляет. Дальше. Она продолжила издеваться, у меня одна засловая кабинетная музыка. Высказали вам ей всю обиду, как на духу. Ну да, то есть обиду вы копили все-таки. Понимаете такое, ну, понимаете? Какая штука. То есть, вот. Это такая привязанная позиция, что я каплю обиду, а потом ее выплескиваю. Вот. Понимаете? Какая штука. Я каплю обиду, а потом ну как бы. Я ее разрешаю себе, ее вырезать, до этого не разрешал. Опять же, в чем особенности, как бы делал вид, что все в порядке. Хотя на самом деле все было, вероятно, что вы не в порядке. Но вы это предпочитаете игнорировать. Почему? Ну, там еще, вероятно, боитесь, боитесь какой-то вот реакции, может быть, может быть, на то, что вы выразите свои переживания и так далее. То есть, ну тут на самом деле вариантов довольно, может быть, много и мне бы, наверное, не хотелось догадать. Да, лучше, конечно, было бы, если бы мы разобрались с этим более, более, более непосредственно, более близко, скажем так. Дальше. Так. Сказала, что не хочу быть с такой терпением, и тут толку не было, в этот день опять она обгадывала меня под любым столом. Ну, я не знаю, опять, какие у вас были ожидания, но человек воспринимает это, по-пористике, как слабость. И то, что вы сделали дальше, это тоже, в общем-то, слабость. Вот. К сожалению. Да, то есть, если бы сразу, если бы сразу высказали, сразу бы сказали, что вот мне нравится, там, если я не потерплю, если бы сразу обратились на джек и на джек, да, то все, может быть, было бы иначе. А так, прошел уже год, ну, это уже много времени, вот, и уже все привыкли, в том числе и в какой-то степени вы привыкли, хотя, вероятно, вы с этим не согласитесь со мной, я не жду от вас согласен, согласен, просто говорю, как-то бывает, что вот, ну, входят в образ, определенный образ жизни, скажем так. Вот. И, как бы это, конечно, печально, что вы, ну, думали, что вот таким образом, да, таким способом можно что-то решить. Вот. Хотя вот, честно говоря, мне кажется, мне кажется, что вот это в глубине души вы, ну, не верили, что ли, в то, что у вас получится, вот. Вот. То есть, мне кажется, такой еще, если здесь момент он заточновали, мне кажется, что мы бы не верили в глубине, Вот. Дальше. Так. Значит. И я вообще не стал с коллективом печали, ну, то есть, по сути, по факту, да, вы сделали то, что от вас она хотела. То есть, она вас выжила. Вот. И вы проявили славу. Я не говорю, что, что вы поступили неправильно, да, я не хочу так сказать, не хочу, чтобы вы так думали, но, как бы, ну, момент, момент здесь в том, вот, что вы действуете как бы не совсем в своих интересах. Вот. Я бы здесь, как сказал, вот. То есть, она вас чего хотела, она, в принципе, того добила. Вот. Дальше. Следующий. Следующий. Момент. Идем. Значит. Вы пишите, пишите. Я не видел другого выхода. Ну, вот здесь, в какой-то степени, да, позиция. 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 Жертвы. Жертвы. То есть, жертвы. Жертвы. Вот такая. Позиция. К сожалению. К сожалению. Вот. Дальше. Ну, то есть, что такое жертвенная позиция? Да. Что такое жертвенная позиция? Жертвенная позиция – это позиция, когда, ну, у меня не сомнение от выхода. То есть, я не знаю, как вообще, и можно ли по-другому. Вот. Это, к сожалению, позиция жертвы. В такую позицию человек может, ну, гонять себя в какой-то степени. Целенаправленно. Вот. И очень важно понимать некую вторичную, вероятно, неосознаваемую вам выгоду, для чего я это делал. Так. Эмммм. Периодически, дорогие коллеги, меня зовут пить чай. С правдой в том дело, я не скрываю правду, но есть сотрудники, которые никак не могут смириться с моим уходом на столах, хотя они вроде поняли, меня кивают головой. И они продолжают у меня давить. Я, если честно, здесь не понял. Эммм. Если вас спрашивают, в чем дело, и зовут вас пить чай, а вы не скрываете правды, то… то что? То есть вы не говорите правды, и что дальше? Ситуация, следуя о логике вашего рассказа, Угу. Эммм. Эммм. Ситуация никак не меняется, я так понял. Вы это хотите сказать или что? То есть как бы… Я не очень понимаю. Дальше. Эммм. Не смирились люди, значит, с тем, что вы… эмммм… Эммм… Ну, ушли. Так, э-э… Они не смирились, они не смирились. Э-э-э… И что дальше? Как-то я бы сказал, что не очень, не очень я здесь понимаю. То, что вы, ну то, что вы, то, что вы пытаетесь вказать. Вот. Дальше. Дальше идем. Образительно давить зачем? Почему их так волнует то, что я не перечаю? Почему вас волнует, что их волнует, что вы не пьете с ними чай? Вот скорее какой вопрос, да, нужно задать себе. Вот. Это важнее, это важнее на самом деле. Дальше идем. Так. Вот. Вчера меня начала напрашивать начальница. Прошел год, как я чай не пью. Она только сейчас заврела до разговора об этом. Но я бы сказал, что у вас здесь в одной стране такая родительская директивная позиция, на мой взгляд. Вызвана компенсаторной историей того, что вы терпите обиды, ну склонны терпить обиды. Вот. С другой стороны, вы себя зажимаете, как мне кажется. Опять таки. Вот. Я считаю, что вы ведете себя несколько, ну, как родитель, с родительской точки зрения. Хотя, повторюсь, для вас это, наверное, адекват. Дальше. Вот. Прошел год. Она только сейчас. Я все рассказал про эту женщину. Не знаю, что она не подходит. Вот. Сильные опытные программы. Пять тех дней. И сбросить, что я должна себе изменить, чтобы представить ее беседу. Ну, смотрите. С одной стороны, я на вашей стране здесь. В том смысле, что я считаю, что, конечно, это несколько неадекватный совет. Но, с другой стороны, я думаю, что эта женщина уже сама рассказала вам. Рассказала начальницу про вас. И, соответственно, как бы есть информация относительно вас. И, ну, в какой-то степени, мне кажется, что вы опоздали. Вы опоздали в тем, чтобы жаловаться. То есть, ну, на мой взгляд, вам желательно было бы самой обратиться к начальству и самой как-то заявить. Ну, вот так. Выявить о проблем. Вот. Вот такой вот момент. Дальше идем. Так, я обалдел, сказал, что мне собираюсь унижаться перед человеком, который ненавидит меня как собаку. Ну, понимаете, вас не ненавидят. То есть, вот я не думаю, что есть здесь что-то по типу ненависти. Я думаю, что здесь больше конкуренция, здесь больше игра. Ненависти нет. А вот то, что вы, понимаете, это как ненависть, это, конечно, вопрос. Дальше. Мне же не сказали, что я в итоге совсем одна осталась. Я сказал, что так, очень терпеть, так, она на меня ведро, грязь, пролюдно выливает. Что мне нужно употреблять в этой ситуации? Что можно употреблять, чтобы что? Зачем другие строки меня печали? Беспонятно. Скорее всего, чтобы не выделялась. Вообще, имел ли я право так поступать и должна возвращаться за стол через силу? Это вам решать, вам решать и вопрос, который я могу вам задать, это что питает у вас сомнения по поводу того, имеете вы право или нет. Я очень боюсь, что та жизнь опять будет меня унижать. А вот откуда страх? С чем связан страх? С этим надо разобраться. В этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.